Конкурс «Минский вернисаж» для 22-летней Марины Нечиполович стал первым серьезным вызовом. Заявку на участие визажист подала в последний момент, поэтому времени на создание концепции образа было мало. Сначала Марина планировала фантазийные маяка «Павлин», но в ночь до конкурса все изменилось. Захожу в Инстаграм, подписаны на все аккаунты, где возможны макияжи. Ну и там различный макияж, я его делаю скриншот, утром просыпаюсь, сажусь в маршрутку, говорю преподавателю, вот надо из этого взять такие-то элементы. Она смотрит, ну конечно, все же новое, у нас неудивительно было, что у нас каждый день что-то новое появлялось, и все, и добавлялись образы, карты. Сам же образ карточной королевы, который появился в финальном результате, не новинка, но учащаяся технологического колледжа придала идее особый шарм. Использовала стразы, глиттеры, тональники, пудры, аквагрим и разноцветные тени. Подтверждение тому третье место в номинации «Фантазийный макияж». Красные мои любимые тени, и обязательно, как вы заметили, у меня тоже такой макияж, я так ездила тоже, как бы поддерживала свою модель, как мы одна команда. На воссоздание замысла у мейкапа артиста ушло полтора часа, именно столько времени отводит жюри. Кроме визажистов, на фестивале творческих профессий участвовали парикмахеры, модельеры и нейл-дизайнеры. В качестве модели из Бобруйска выступила одногруппница Марина Нечиполович, Настя Похлёстова. Девушка отмечает, на фоне других участниц они выглядели вполне достойно. Плачущая карточная королева довольна. Потрясающе просто, она одна из лучших наших учениц в группе, то есть у неё всегда интересные макияжи со своими деталями, она всегда, даже если нам дают какое-то задание конкретное, то есть вот рисуйте это, всё равно у неё какие-то свои авторские элементы появляются. Наш образ смотрелся на уровне, если учесть, особенно, что мы учимся только несколько месяцев, то есть практически год, а там были девочки, которые учатся в других городах, и у них обучение по нескольку лет. Сейчас Марина хурмейстер народного коллектива в Бортниках, но девушка признаётся, всё вокруг меняется, когда она берёт в руки палетку и кисть, поэтому в планах заняться любимым делом профессионально и брать чемодан с косметикой на работу каждый день. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.